Уважаемая Валентина Ивановна, дорогие участники этого важного и столь необходимого для диалога Церкви с Государством Собрания, всех вас хотел бы сердечно приветствовать и еще раз подчеркнуть важность прямого диалога представителей Церкви с нашим политическим миром, с представителями интеллигенции и вообще с представителями народа. Вот я, Валентин Иван, наверное, перестарался, сразу приношу извинения, как-то меня тема эта захватила и сидел, писал, 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 потом посмотрел, думаю, да нет, половину надо вычеркнуть, а как-то жалко стало. Ну и вот получается так, что я, наверное, не уложусь в то время, которое полагается по регламенту. Поэтому, если вам уже совсем покажется неправильным продолжение чтения мною того текста, который подготовлен, вы меня, пожалуйста, остановите. Ваш свидетельство, для вас регламента не существует. Спасибо большое. Ну, тогда вот позвольте, дорогие участники парламентской встречи, сердечно приветствовать всех вас. И я хотел бы еще раз сказать, что мы очень высоко ценим эту возможность прямого диалога патриарха с представителями нашего политического мира, общественности и представителей нашего духовенства. Тема, которая сегодня лежит в основе наших размышлений, это, конечно, 350-летие со дня рождения государя-императора Петра Первого. И тема международных образовательных чтений также связана с этим юбилеем. И мне хотелось бы несколько слов сказать, конечно, о личности этого выдающегося российского правителя и его значения для отечественной культуры и истории. Время Петра Первого принято считать началом секулярного эксперимента в России, преобразованием, результатом которых стало привнесение в жизнь нашего народа разделения на церковное и светское, на религиозное и секулярное. С прямым подчинением церкви государственному аппарату была принята в каком-то смысле совсем чуждая и нетрадиционная для нашего народа модель отношений, которая, впрочем, тогда считалась самой прогрессивной. Но, как справедливо считают некоторые ученые, крутой мировоззренческий поворот, произведенный императором Петром Первым в отношении церкви и государства, имел последствия не только для государственно-церковных отношений, но в каком-то смысле привел к разделению общества, результатом которого стал потом процесс революционных событий. И в том числе многие считают, что именно в то время и зародились предпосылки к революционным событиям 1917 года, которые положили начало гонений на веру и отрицание религии как таковой. Вместе с тем важно обратить внимание на то, что деятельность Петра Первого ознаменовала и новую эпоху во взаимоотношении России с Европой. В XVIII веке Россия открылась Западу, который стал для нас источником знаний, примером для преобразований в жизни общества. Тысячи иностранцев приехали в страну, которая стала для многих из них вторым домом. В второе время эта культурная коммуникация строилась во многом с учетом общих христианских ценностей. Однако в новое время на Западе появились, а затем получили широкое распространение, на мой взгляд, опасные идеи, основанные на отрицании христианского наследия и на принятии морального релятивизма как некоего принципа, на котором может быть построено в том числе отношение между людьми. К большому сожалению, за минувшие столетия эти идеи лишь усилились и привели к тому, что европейское общество начало подвергать ревизии незыблемые христианские ценности, что привело к утверждению высокомерия, я бы сказал, даже гордыни, и разрушению отношений, доверия между странами и народами. И сегодня Россия не закрывает окно в Европу, прорубленное Петром, но и не самоизолируется. Но это окно остается открытым лишь для взаимоуважительного диалога, а не идеологического диктата и начальственных окриков извне. Участие в этом диалоге не должно травмировать наше национальное самосознание и лишать наш законной гордости за нашу страну, за нашу историю, за нашу культуру. Теперь несколько слов о пандемии. Новым угрозам и вызовам мы призваны противопоставить общественную солидарность и способность к совместным действиям. Коронавирусная инфекция стала для нас своего рода проверкой на прочность. Считаю, что российский подход к решению вопроса введения пандемических ограничений был в достаточной мере сбалансированным и позволил сохранить возможность для нормального функционирования общественной жизни и экономики. Церковь признательна властям за диалог и поддержку востребованных социально значимых инициатив. Созданные Церковью центры помощи бездомным и нуждающимся многие месяцы работали на пределе своих возможностей, оказывая помощь большому количеству людей. Уверен, что накопленный нами в это непростое время опыт будет важен для дальнейших совместных действий государства, общества, религиозных общин в социальной сфере. Теперь несколько слов об Украине. Говорить о ситуации на Украине, а тем более давать ей какие-либо оценки, невозможно вне исторического контекста. Как вы помните из отечественной истории, в XII-XV веках наша страна существовала в виде множества разрозненных княжеств, осколков некогда единого и сильного государства. В этих условиях главной силой, удерживающей нацию от окончательного распада, оставалась Церковь. Тенденциям хаоса и конфликта в Древней Руси наша Церковь противопоставила идеал совместной жизни, основанной на любви, на братстве, на мире и взаимном доверии. Этот принцип в XIV веке был провозглашен преподобным Сергием Радонежским, который призвался отечественникам, цитирую, «воззрением на Святую Троицу побеждать ненавистную рознь мира сего». Преподобный внес огромный личный вклад в преодоление разобщенности между княжествами, понимая, что продолжение междоусобиц подставит под вопрос само будущее нашего народа, разрушит его духовное и культурное единство. Не секрет, что на протяжении последних нескольких столетий разделение среди народов исторической Руси искусственно провоцировалось, в том числе и извне. В этом отношении знаковым событием стало заключение Брестской церковной унии в 1596 году, соглашение, в соответствии с которым часть духовенства православной киевской митрополии присоединилась к католической церкви. Этот акт, нацеленный на разрушение православного единства, решал совершенно конкретную политическую задачу западных держав. В годы смутного времени гражданское противостояние привело православных казаков Запорожья под знамена польских интервентов. Этот исторический прецедент разделения народов Руси, увы, стал не единственным. И стоит вспомнить и предательство Гетмана Ивана Мазепы, который в ходе Северной войны между Россией и Швецией перешел на сторону шведского короля Карла XII. Большинством русских, украинцев и белорусов Мазепа всегда воспринимался именно как предатель Руси, а не как личный враг Петра Первого. К сожалению, последние годы на Украине проводилась сознательная реабилитация Гетмана Мазепы. Многие исторические факты подверглись кардинальной переоценке, а если называть вещи своими именами, были искажены или вовсе преданы забвению. Революционные события 1917 года и последовавшаяся за ними гражданская война в России в немалой мере стали результатами экспансии западных учений о новом устройстве общественной и политической жизни. Это тот яркий пример, как нельзя не критически относиться даже к самым привлекательным идеям, которые приходят извне. Равенство, братство, свобода вскружили голову людям. Замечательно написал на эту тему Бердяев, просто разрушив саму эту идею равенства, братство и свобода. Он сказал, что там, где свобода, там не может быть равенства. Равенство на газоне, который пострижен, но там нет свободы. А лук на опушке леса, это царство свободы, но там нет никакого равенства. Вот эти замечательные идеи, они, конечно, произвели, я считаю, очень важное переосмысление, в том числе и событий революции, в первую очередь в нашей эмиграции, ну а потом не только в эмиграции, но и в нашей стране. В ходе Великой Отечественной войны народы нашей страны объединились перед лицом общей угрозы. Смягчение гонений на церковь позволило опереться на хранимую в сердцах веру и выстоять. Для современной России память о войнах, и особенно о последней, крупнейшем конфликте общемирового масштаба Великой Отечественной войне, поистине бесценна и помогает осознать неоспоримую значимость единства. Трагедия Великой Отечественной войны, унесшей 27 миллионов наших братьев и сестер, из которых только 18 миллионов были мирными гражданами, никогда не должна быть забыта народами исторической Руси. Именно поэтому столь неприемлемыми выглядят любые попытки оправдать не только саму бесчеловечную нацистскую идеологию, но и всех ее сторонников и пособников. Такие попытки способны вызвать лишь глубокое моральное отторжение и справедливое негодование. И вот попытки реабилитации, в частности на Украине, к тех, кто был связан с немецкими нацистами, увековещение их памяти, все это является знаком презрения к жертвам Великой Отечественной войны, в том числе и к жертвам, понесенным украинским народом. Распад СССР и появление национальных государств неизбежно поставили вопрос о взаимоотношениях братских народов в новых исторических реалиях. Глубинные народные связи, сложившиеся на уровне родственных отношений, совместной деятельности, многовековой истории и, главное, общей веры, культуры, языка, обусловили сохранение церковного единства, простирающегося поверх новых государственных границ. Церковь уважает границы и суверенитет государств, но для нее политические разделения имеют второстепенное значение. Главным же остается духовное единство, добрососедство и взаимопонимание между людьми. Теперь несколько слов о разделениях, которые начались в 2014 году. Братоубийственное разделение, начавшееся на Украине с 2014 года, церковь переживает как трагедию. Хотел бы напомнить, что с самого начала конфликта церковь на Украине и в России непрестанно возносит молитвы о мире и неизменно призывает людей к преодолению разделений. На протяжении всех восьми лет вооруженного противостояния церкви организовывались многие благотворительные акции в поддержку тех, кто оказался в беде, лишился крови и был вынужден бежать от боевых столкновений. Как вы знаете, при посредничестве церкви неоднократно проходил и обмен военно-пленными. Я помню, как непросто было организовать первый такой обмен. Страхи были с обеих сторон, но, по милости Божией, именно участие церкви в этом обмене и инициатива, которая исходила от церкви, она помогла снять те опасения, подозрения, напряженность, которые сопровождало эту беспрецедентную в то время акцию. Убежден, что разделение народов исторической Руси, дошедшее до кровавого конфликта, как и прежде в истории, является результатом вмешательства внешних враждебных политических сил. Хорошо известно, что колониальные державы, руководствуясь принципом разделяя и властвуй, и в других регионах земного шара создавали точки военного напряжения и междоусобных конфликтов. Сегодня это постыдное правило, к большому сожалению, применяется и для эскалации русско-украинской вражды. Да, ссоры случаются и между родными братьями, но довести ее до бродоубийства оказалось возможно путем целенаправленной пропаганды, агрессии и лжи. Я говорил уже ранее, что нельзя считать виновниками этой ситуации народы России и Украины, которые вышли из единой киевской купели крещения, объединены православной верой и связаны общей исторической судьбой. Нет и не может быть у них заинтересованности в конфликте. Наша паства и в России, и на Украине. И мы горячо молимся о восстановлении мира, о том, чтобы Господь не спроверг замыслы злой внешней силы, подпитывающей ненависть. Нельзя не сказать и о том, что раскол украинского православия еще одно звено этой порочной цепи разделений. Действия Константинопольского патриархата, легализовавшего раскол, достойны исторического сравнения с униатством. Окончальной целью этого проекта является переориентация Украинской Православной Церкви таким образом, что она более не могла бы служить единству братских русского и украинского народа. Вот политическая цель создания всех этих автокефалий, всех этих разгольнических объединений. Ослабить влияние православной церкви, единой православной церкви, Руси, Украины и Беларуси, для того, чтобы использовать вот эти идеологические штампы для поджигания вражды и создания новых мифов, которые отчуждали бы один народ от другого. Да, военные столкновения действительно сопровождали всю историю человечества после грехопадения. Это, как говорится, факт. Будучи одним из печальных проявлений греховности, они, эти военные столкновения, по всей вероятности, будут сопровождать человеческую историю и далее. Однако даже в условиях вооруженных конфликтов человек может и должен сохранять свое достоинство и заботиться о достоинстве окружающих его людей. Исключение запрещенных методов ведения военных действий, защита гражданского населения, соблюждение международного гуманитарного права, уважение к пленным и раненым – вот то, к чему я, как патриарх в Сея Руси, призываю в стороны конфликта и прошу сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей. Убежден, что из происходящего на Украине следует извлечь правильные уроки, дав оценку тому эксперименту, который совершался над украинским народом после распада СССР. Случившаяся трагедия вновь заставляет Церковь возвысить голос во имя защиты национальных языков и культуры. Никто в мире не должен быть ущемлен по той причине, что он говорит или думает не на том языке. Из уст определенных политиков и в СМИ нередко звучат призывы к повсеместному ущемлению прав русскоязычного населения, проживающих в бывших союзных республиках, ныне независимых государствах. Так называемая отмена русской культуры на Западе стала свидетельством печального нравственного состояния общества. Попытка искоренить культуру той или иной нации – это апогей ненависти. Хуже только попытка физически уничтожить ставший неугодным народ. Наше общество чувствовало связь с европейской культурой даже в непростые времена холодной войны и борьбы идеологии. Западная классическая литература, музыка, живопись всегда высоко оценились соотечественниками, воспринимающими европейскую культуру как неотъемлемую часть богатого христианского цивилизационного наследия. Так мы продолжаем воспринимать ее и ныне, несмотря на все происходящее. Надеюсь, что к тем, кто сейчас борется с Пушкиным, Достоевским, бойкотирует конкурсы Чайковского и отказывается исполнять Рахманинова, рано или поздно придет осознание постыдности и безумия совершаемых действий. Ну и потом, все-таки, хотелось бы сказать о будущем и сказать с надеждой. Несмотря на то, что военные действия еще не закончены, уже сегодня необходимо работать ради восстановления мирной жизни на Украине и на Донбассе. Уверен, что наши молитвы будут услышаны, и вот царится долгожданный и прочный мир. Не сомневаюсь, что Россия предпримет необходимые усилия для создания этой мирной жизни, в которой главенствующим принципом будет сохранение единства между народами, основанного на взаимопонимании. Цивилизационные ценности, различия между западными странами России неизбежны и в настоящий момент представляются труднопреодолимыми, но они не должны быть препятствием для мирного сосуществования, для равноправного и взаимоважительного диалога культур. Хотел бы поделиться с вами мыслями о том, какие выводы можно было бы извлечь из сложившейся ситуации. Думаю, мы призваны глубокому переосмыслению вектора общественного и государственного развития последних десятилетий. Важно сосредоточиться не на том, что подумают об этом, об этом нашем развитии, какой-то внешний наблюдатель, а на том, как выстраивать будущее страны, исходя из нашего исторического опыта, национальной и духовной культуры и нашего христианского наследия. Нам не нужна изоляция от внешнего мира, но нам необходимо обновленное понимание суверенитета. Суверенитетов не только политического, но и культурного. Суверенитета, который распространялся бы на многие сферы от экономики до права. Мы переворачиваем сегодня страницу отечественной истории. Это факт. И нам необходимы великие созидательные силы, чтобы строить наше государство и общество на новых исторических основах и в новых исторических условиях. Глянцевая идеология и нацеленная на удовлетворение страстей массовая культура должна навсегда остаться в прошлом. Позвольте сделать предложение. Не настало ли время и для российских законодателей приложить особые силы для нового без отглядки на кого бы то ни было, кроме российского народа, взгляда на правовое регулирование нашей жизни? В нынешней обстановке в мировой политике сохранение традиционных ценностей призвано стать стратегическим курсом Российской Федерации. Выступая в прошлом году в Государственной Думе в рамках парламентских встреч, я подчеркнул, что внесение в Конституцию Российской Федерации поправки содержит потенциал для разрешения вопросов народосбережения. Эта задача требует больших интеллектуальных усилий и сплочения всего нашего общества. Полагаю, что прежде всего нам нужно более активно и последовательно выступать в поддержку Института Семьи и защиту семейных ценностей. Об этом мне тоже много раз приходилось говорить на разных площадках. Связывая разные поколения и передавая культурный опыт от старших к младшим, семья играет ключевую роль в формировании общества и выстраивании социальной иерархии. Сегодня под влиянием новых социальных технологий, гендерных идеологий, Институт Семьи подвергается большому давлению, который запускает опасный процесс ее разрушения. Некоторые политики, особенно за рубежом, следуя моде и, быть может, не всегда в полной мере сознавая ответственность за принимаемые решения, готовы вносить изменения в законодательство вопреки неприходящим нравственным нормам и традиционному общественному кладу. Тем самым в национальную демографическую поклитику закладывается мина замедленного действия. В нашей стране, сохраняющей связь многовековой культурной традиции, имеющей глубокие религиозные корни, к счастью, эта проблема не является столь ярко выраженной, как в ряде западных сторон. Однако некоторые явления, и принесенные в соответствии с духом времени новшества, вызывают обеспокоенность в обществе. Один из примеров – это вывоз за рубеж иностранными гражданами детей, рожденных в результате применения суррогатного материнства. Русская Православная Церковь, родительская общественность, ряд общественных организаций крайне обеспокоены затягиванием установления соответствующего запрета. Нам нужно создавать все необходимые условия для сохранения и возрождения традиционных семейных ценностей. Мы об этом постоянно говорим. А почему? А потому что сегодня массовая культура в большей своей части не поддерживает этих ценностей. Возьмите содержание фильмов, все эти любовные интриги, все эти бесконечные конфликты в семьях, вся эта параллельная у многих жизнь. Все это представлено ярко в кинематографе, и все это формирует некое представление о нормальной модели человеческого поведения. Я далек от того, чтобы призывать всех с сегодняшнего дня изменить свой образ жизни, но я бы хотел всех призывать подумать о том, что семья и семейные отношения это несомненная, реальная, духовная скрепа, в том числе и всего народа. Если разрушается семья, то ослабляется и общество, и государство. И я хотел бы сказать, что, конечно, семья продолжает нуждаться в защите на законодательном уровне от необоснованного и незаконного вмешательства в семейную жизнь, в том числе и под предлогом защиты прав детей. Семьи нередко встречаются с административным произволом органов опеки и попечительства. Ответственность чиновников за причиненный ущерб семье при этом законодательно не установлен. Мы в этих стенах не первый год говорим о необходимости принятия специального закона, касающегося статуса многодетных семей. А ведь демографическая ситуация является поистине опасной. Еще немного, и лишенные всесторонней поддержки многодетные семьи не смогут переломить ситуацию падения рождаемости. И закон принимать будет слишком поздно. Предлагаю разработать подобный законопроект в кратчайшие сроки, привлекая к этому родительскую общественность, а также традиционные религии России. Церковь неизменно свидетельствует о важности и ценности жизни, данной человеку создателем. В последнее время государство обращает серьезное внимание на профилактику абортов. Здесь необходим целый комплекс мер ограничительных и также поддерживающих материнство и поощряющих рождаемость. Представляется важным предложение, которое звучит сейчас от законодателей, в частности, прекращение совершения абортов в частных клиниках, благодаря чему точнее станут статистические данные, исчезнут стимул гнаться за прибылью за счет, простите, уничтожения детских жизней. Можно лишь приветствовать новые социальные формы, направленные на стимулирование рождаемости и поддержку в виде ежемесячных выплат женщин, ставшим на учет по беременности. Но, к сожалению, такую поддержку получает очень небольшое количество женщин, среди которых лишь безработные и несостоящие в браке. Предлагаю изучить возможность распространить выдачу пособий, но если не на всех женщин, то на гораздо более широкий круг. И, в первую очередь, женщин, вынашивающих ребенка, ставших на учет по беременности до достижения их детьми возраста полутора лет. Для многих женщин это может стать важнейшим фактором в решении сохранить жизнь и отказаться от аборта. Напомню, что Российский Гражданский Кодекс защищает право нерожденного наследника. Существующие нормы, как представляется, вполне могут быть отредактированы таким образом, чтобы жизнь ребенка, будущего члена нашего общества, защищалась законом с момента зарождения. Удивительно, право наследования защищается, а право ребенка на жизнь не защищается. Откуда это у нас? От какой культуры? От какой традиции? Призываю законодателей смелее подходить к вопросу защиты жизни, не обращая внимания на мнения, пугающие нас якобы ростом нелегальных операций. Любые нелегальные действия должны получать достойный ответ. Надеюсь, что наши правоохранительные органы позаботятся о том, чтобы вопросы здравоохранения оставались в исключительном введении профессионального медицинского сообщества, а не коммерсантов. Вновь хочу подчеркнуть, позиционирование аборта, как бесплатные медицинские услуги, финансируемые из государственного бюджета, то есть из налоговых отчислений граждан, остается большой моральной проблемой нашего общества, терпящего не только духовный урон, но и переживающего демографический кризис. И хочется спросить, неужели пандемия, смерть миллионных людей, в том числе от множества несчастных случаев, не научит нас бережнее относиться к жизни человека. Формирование представления традиционной семье как ценности необходимо начинать со школьной скамьи, последовательно привнося в образовательный процесс воспитательные измерения. Представляется важным разработка единой программы воспитательной работы и введение ставок советников директора школы по воспитательной работе. При этом данная инициатива не должна превращаться в бюрократическую рутину и в формализм, и вызывать у детей обратный эффект. И еще раз хотел бы подчеркнуть, что важнейшее воспитательное значение имеет изучение основ религиозных культур и светской этики, курса которой также помогает приобщить ребенка к традиционным культурным ценностям и семейным ценностям. Продолжаем рассватывать как серьезное достижение включение в ВГ традиционного сочинения, что позволяет выпускникам ориентироваться на раскрытие своих творческих способностей при подготовке к экзаменам. Нельзя не приветствовать решение об использовании в российских школах государственной информационной системы «Моя школа», так называемого «белого интернета» о безопасной цифровой среде для наших школьников. Насколько мне известно, министерство сейчас проводит большую работу в этом направлении. В системе «Моя школа» будет только проверенное содержание и проверенный контекст, который будет включать и лекции, и познавательные фильмы, и иные информационные, учебные, воспитательные материалы. И это позволит защитить детей от рисков посещения ресурсов, которые имеют разрушительное воздействие на их психику. Нынешнюю миссию законодателей я вижу в подследовательном возвращении наравственного измерения в сферу правового регулирования. Необходимый базис для этого уже создан путем внесения поправок в основной закон нашей страны. Сегодня все чаще говорят о реализации конституционного положения о социальной ориентации нашего государства. Уверен, что дискуссия о социальной справедливости должна воплотиться в конкретных решениях законодателей. Я имею в виду поощрение социально ответственного бизнеса, снижение или полную отмену налогов для малоимущих, справедливое распределение ресурсов и многое другое. Надеюсь, что в ходе дальнейших экспертных обсуждений, в которых Церковь также примет активное участие, мы, действуя сообща, будем способны достойно ответить на те вызовы, которые сегодня стоят перед нашей страной. Уважаемые законодатели, участники нынешней встречи, Русская Православная Церковь и другие традиционные религии России возлагают на вас большие надежды, ибо от ваших усилий, от вашего профессионализма и ответственности в значительной степени зависит, в какой стране мы будем жить в ближайшее время. Прошу вас поддержать сложившуюся практику, нацеленную на укрепление развития прямого диалога власти и граждан по животрепещущим вопросам. Еще раз свидетельствую, что Церковь неизменно готова к такому диалогу и к плодотворному взаимодействию. Призываю на ваши труды Божьи благословения, желаю всем здоровья, сил процветания, о Роде нашей, мира, покоя, благополучия и развития всей мощной потенциальной силы нашего народа, которая бы способствовала безопасности страны и подлинному благополучия граждан России. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание. Спасибо.